Дорогие уважаемые зрители канала Любимого ТВ, подписчики мои обожаемые, рада вас приветствовать! С вами Татьяна Любимова, я природная ведьма. Давайте посмотрим, что сейчас происходит у мужчины, какие энергии вокруг него витают, что он там думает о вас. Приступаем. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео сразу, пусть всё хорошее сбывается у вас, пусть всё плохое уходит из вашей жизни поскорее. Итак, что сейчас у мужчины происходит, девочки? Вышел он императором, но он, знаете, сейчас как? Он как король Бестрона, как император. Император подкаблучник сейчас, на данный момент. Сейчас его позиции не такие точные, не такие чёткие, какие бы он хотел иметь на самом деле. Нет почвы под ногами. Для всего есть правильное решение, говорит Аркан. Правосудие, но он вышел перевёрнутым. То есть ему сейчас решения даются очень тяжело. А что мы здесь у императора видим? Никто не будет повелевать, не научившись повиноваться. Мужчина не хочет повиноваться. У него идёт внутренний дискомфорт, диссонанс и дичайший конфликт. 3D, да, диссонанс, дискомфорт и конфликт. Значит так, чаша-шестёрка. Вот здесь посмотрите-ка, что происходит. Мужчина находится в таких состояниях, в таких энергиях, когда то ли утрата доверия, то ли есть грусть по несбывшемуся, несбыточным мечтам, когда, знаете, хочется общаться, или хочется человека, или хочется общаться в таком состоянии, вот когда всё будет просто как так и надо. Но настолько глубоко, глубина, комфортно, да, как будто бы ты знаешь человека, людей, как самого себя, да. Вот этого доверия нет. И ещё вот те, кто знали его со времён школы и прочее, да, вот здесь связь нарушена. Ему как-то не хватает. Ему не хватают людей, которые бы, ну, знаете, которым бы он мог доверять. И тех людей, которые бы его просто воспринимали таким, каков он был, какой он есть, да, то, что в нём ещё мальчишка сидит, который не поменялся. И вот он по рыцарю Пентакли. Это хороший друг, хороший товарищ, хороший коллега, хороший, не знаю, везде в социуме может, да, друзьям может помогать как-то. Вот он надёжный человек. И вот это я вам представляю. Сейчас, может быть, у него ещё с документами какие-то проблемы, да, возможно, какие-то дела он решает, там, с юридическим уклоном, да, с юридической направленностью. Ну, в общем, что-то как-то где-то. Ну, плюс ещё кармическое идёт такое настроение, да, что-то здесь ещё по карме. Да, и вот посмотрите, луна перевёрнута. То есть психоэмоциональное состояние очень такое подавленное у него сейчас. И много волнений, даже страхов у этого мужчины. Ну, хорошо, давайте сейчас посмотрим, что там к вам. Давайте мысли, есть ли у него по поводу вас. Вы знаете, как в замкнутом, заколдованном круге мужчину-собственник, но сейчас он как-то бразды правления отпустил. Вот что-то он отпустил на самотёк, дорогие, и сам загородился, хочет ясности, хочет быть на высоте, и не получается у него. Почему-то не получается. Это, знаете, как-то с вами тоже связано, да, трансформации нет, не может он изменить. Изменение того, чему следует измениться. Вот он что-то не хочет менять. Где-то застопорился, девочки, и думает о том, что с вами нужно идти в новое, да, с вами нужно как-то перевоплотиться, обнулиться, решить все свои старые заморочки и выйти к вам новеньким, свеженьким, да. И всё, и вместе, как говорится, вперёд из песни. Но вот не получается, он тормозит, притормаживает. Вот двадцатый аркан, тоже перевёрнутый. Карта суда и карта Верховного, да. И карта, в принципе, ведь может быть даже заключение брака. То есть здесь очень серьёзные отношения могут быть. Те отношения, которые переходят уже на духовный уровень, когда вы друг друга с полуслова понимаете. Здесь и также ещё говорится о втором шансе. У кого сейчас отношения на паузе, или вы там немножко охладели друг другу, или ещё какие-то такие события неважницкие, да. И вот ещё что он думает. Девочки пентакливые, женщины вас видят, королевы пентаклей. Здесь такая королева интересная, с высунутым языком. То есть вы ещё такая хулиганка, да. Из-за вас тут единороги. На вашем гербе дерутся петух между ними. Ну то есть вы такая, знаете, и саму себя держат в монетке, да, нарисованную. Вы себе любива, вы, безусловно, стабильная женщина, знающая саму себе цену, это уж точно. То есть вы и хулиганистая натура плюс ко всему. То есть если вообще-то описывают нам обычно в классике пентакливую, как хозяйственную женщину, да, стабильную, надёжную, понятно, но тут ещё с таким, с озорцой, озорная девчушка в вас. Вот такой он вас видит. Так, чувства, твои чувства к загадавшей тебя девушке-женщине. Чувства. А вот с чувствами у него пентакли. Полный пентакль, восьмёрка. Вот понимаете, что здесь, он понимает, что тут надо работать. Здесь нужно чего-то добиваться, да, чтобы чувства были. Это всё-таки труд, как не крутись. Он привык работать, он привык зарабатывать, да. И почему-то вот в период сейчас такой, смотрите, здесь какие-то форс-мажорные обстоятельства. Глупо бояться того, что неизбежно, да. А он побаивается, попугивается, не хочет как-то работать. Вот здесь над чувствами работать. Что-то у него с чувствами, девчата. Ну вот, солнышко, эгоизм. Это знак расцвета. Написано на карте, да. Эгоизм. Иногда любит заигрываться, думает, что всё под контролем. На самом деле поребячился, подурачился и куда-то смылся, да, смотался. Так, две карты вышло. Ну хорошо, смотрим две. Десятка пентаклей. Вот у него в чувствах материальное. Понимаете, с той точки, с той позиции выгодно-невыгодно. Вот выгодно ли ему такое положение? Что он чувствует? Выгодно ли ему чувствовать вообще, да, что-то? Что он будет с этого иметь в конце концов? Вот как-то так. Представляете? И булавы. Пятёрочка. Ну и здесь борьба с врагом, да, некая конкуренция всё-таки есть. Но опять же перевёрнут. То есть он сейчас шашкой машет, но не так сильно, как надо. Или отмахался, или вообще не хочет силушку богатырскую показывать. Вот смотрите, в любви не вышло ни одного кубка. То есть здесь такие противоречия, да, и тут два старших аркана вышли. То, что всё будет рушиться, а ему трынь трава. Ну как-то так прям, знаете, несерьёзно, что ли, относится. Пока не хочет он этот вопрос прорабатывать. Не хочет он говорить о чувствах, в общем, вот так. Давайте посмотрим его намерения по поводу волос. Какие, может быть, поступки и действия? А, тут уже эмоции рулят. Вот они намерения. Семёрка чаш. Когда можно вводить самого себя в заблуждение. Много хочется, мало получишь, да? То есть вот здесь у него в действиях, в поступках, в намерениях разброты, шатание полное. Даже по сердцу такого нет, да? На чувствах не показали, какой разброд. Ну вот, смотрите, с голым задом. Мудрость скрытая за покровом. Язык показывает. Вы ему, а он вам. Гуляет. Мальчонка-то гуляет. Никому ничего не обещает. Ему и так хорошо, да? Что-нибудь придумаю, может быть. А вот и колесница. Ну да, приеду. Те, кто повсюду, на самом деле нигде. Хорошая, интересная подпись такая, да? Мышоночек тут на веточке с монеткой или с чем-то там. И мужчина, запряжённый ослом по воске, везёт свою даму сердца куда-то. И с соломинкой такой. Пофигист. То есть здесь, знаете, колесница есть, но запряжённая низкой куном. А так вот. На белом мерине. На муслике он подъедет, девчонки. Но подъедет. Тут встреча, да? То есть он намеревается с голым задом. Но как-то вот это... То есть мимо этого окошка я без шуток не хожу. То им то туда засуну, то им это покажу, да? Вот такой он у вас весельчак и балагур на выходе. Под этой личиной скрывался, да? А такой был бы щина на самом деле. Так. Ну что, двойка жезлов. Девочки, он должен к вам развернуться. Он какую-то холодность сейчас показывает. Потому что вы императрица. Ну куда? Ну куда вы друг от друга денетесь? Вы императрица. Вы тянете, вы маните его через холод в сердце, через какие-то сомнения, волнения, треволнения. Всё-таки он прогрызёт, скажем так, сей. Ну уж не гранит науке, но некую проблему, некие свои сомнения. С ними он должен будет справиться. Выйти, главное, вот из этого, из иллюзорного состояния, да, каких-то придумок. Хорошо. Давайте посмотрим, что он хочет от вас на самом деле. Сейчас. Сегодня, сейчас. И на перспективу. Значит так, сначала сегодня, сейчас. Что он хочет от вас? Прямо сейчас. Верховная жрица. Он хочет понимания безусловного. Он хочет манкости, чтобы вы его манили и всё больше и больше. И не только так, как вы ресурсная, но так, как вы ещё и загадочная, искушающая, искусительница, но при этом холодная такая. Держать его, держать оборону, да, держать его немножко на расстоянии вытянутой руки. Никого из смертных нет ближе к богам. Подпись. Что бы ещё он от вас хотел сейчас? Шестёрка Пентаклей, это, знаете, взаимообмен. То есть такая помощь. Ну, знаете, чтобы немножко равенства, может быть, да, чтобы вы где-то что-то могли как-то, не только он сам, но и вы подключались. Ну, мало ли, может быть, что-то прикупить. Хоп, там не хватает, надо добавлю. Ну, это уж я утрирую, девочки. Вообще-то здесь о энергообмене идёт речь, да. И ещё, знаете, как, вот он... Хочу, отдарю рублём, хочу, нет. Хочу, тебе там ягодок насыплю, да. Хочу семечек. Вот что сегодня хочу, что у меня есть, а может быть, у меня там вообще в закромах икорка есть, а я тебе семечек. Ну, то есть вот как вот здесь под настроение, да, попадёшь, вот такой он сеятель, что-то такое. Почему-то это вот от вас бы он хотел. Странно. Ну, давайте сейчас посмотрим мечи четвёрка. Здесь человеку нужно ещё побыть, подумать немножко, как вынужденное бездействие, да. Так, и на перспективу давайте посмотрим. На туда подальше. Перспективка, булавы, тройка. Вот смотрите, она прямо на двоечку ложится, да. То есть здесь холодное сердце, и вот оно должно быть, зажигалочка, как хоп, и открываются некие перспективы. Но эти перспективы будут открываться очень долго, медленно. Приезд, приход будет очень долго решаться, да. Там уже запряг осликом тележку, но вот оно, зависшая ситуация. Подвисать ещё девочки будет. Ну, а уж такой он. Вместе с петухом. Тут даже петух, вон какой-то весёленький, да, сидит на ветке и наблюдает, как башмаки слетают с вашего хлопца. В ожидании лучших времён много скрытых опасностей. Вот что написано на аркане. То есть как-то немножко подальше ситуация подвисает. Состояние жертвы, а только энергии здесь есть. А ну-ка давайте проверим, что тут ещё может быть. Опять же чаша, девятка. Но тогда, когда человек расслабится, он не может расслабиться. Он хочет отдыха, хочет. Или даже покоя какого-то, да, какого-то настроя приятного, счастья, радости хочет. А вот так всё это долго и медленно. И вот по двойке чаш – это союз. Быть вместе, быть рядом. Наслаждаться общением, да. Выпить что-нибудь на брудершафт. Какой-нибудь там квас, например. Да. Ну или что там, смузи. Хочет, хочет. И всё это вот прям зависает. А кто виноват? Ты или обстоятельства? Там форс-мажоры были. Королева чаша виновата. То есть, девочки, вы во всём ещё и виноваты. Сидите там сама себе вон, попиваете. И вас ещё виноваты делает. Из-за вас он то гонит шальных лошадей, то тормозит муслика своего. Так, ещё у нас восьмёрка. То есть, это знаете, как в раз может собраться и уйти куда-нибудь в поисках нового счастья. Сейчас посмотрим, что это нам. Фокусник. Ну, конечно, манипулятор. Никому не спрятаться под маской. Так, это он склонен. Так, для чего ты это делаешь? Паш Пентакли. Да проверяет. Мечи, шестёрка. Девочки, всё равно будет переход, приезд, отъезд. Вот такое что-то с дорогой связанное. У вас встреча какая-то с тяжёлым сердцем. Дорога ему даётся. Какие-то перемены ему сейчас даются нелегко. Вообще. Он более как-то статичен. По тройке Пентакли у вас хорошие перспективы. Развитие есть. Выход на какую-то новую стадию. Отношений есть. И давайте для вас совет, рекомендацию. Сейчас возьму арканы Дэвида Булги. Второ. Давайте для вас возьмём рекомендацию. Вы, девочки, перевёрнутый принц кубков. Эмоции, эмоции шкалят. Ну, как-то принцесса кубков. Вы вся кубковая, вся эмоциональная красотка. Ещё что. Перевёрнутый аркан смерти. Вы тоже, девчонки, не можете сейчас сразу взять и всё поменять в своей жизни. Ради этого мужчины, ради этих отношений. Не можете обнулиться. Принцесса Пентакли. Девчат, у вас эмоции и заземление идёт. Это, в принципе, хорошее сочетание. Но вы как бы на начальном этапе всё равно сейчас. То есть вы ещё думаете, а стоит ли, а надо ли, а зачем мне вкладываться. Вы тоже такая, знаете, и с характером, и, в принципе, выгодно-невыгодно. И вот вам десятка Пентаклей. Во-первых, это карта и семьи, и свадьбы. Вот такой надёжный тыл. Вот что вам нужно. И, скорее всего, знаете как? Может быть, сердце успокоится пока своей семьёй и своими родными. Или же плотной такой уверенностью в том, что прям плотным состоянием. Прочувствовать, что вы достойны именно защиты. В отношениях. Выйти замуж не напасть, лишь бы замужем. Что? Не пропасть. Правильно. И по возможности, здесь такую лёгкую конкуренцию можно, да, создать такой флёр вокруг себя, что вы нужны, и ты, мой милый, не один. Да? Ах, и всё-таки двойка кубков. Ну, то есть здесь идти на примирение, идти на контакт, сливаться вы едино душами, идти телами. Вот. Союз. Ждёте, ожидаете мужчину своего. И многие из вас не хотят ждать так, чтобы прям ничего не делать. Да, расслабляться не хотите, вы как-то ещё готовы всё-таки в бой. Но семёрка жезлов вам тоже не даёт отстаивать себя. И по аркану умеренность здесь нужно понять, что выше головы пока не прыгнешь. Девяточка кубков. Всё будет наилучшим волшебным образом. Вот то, чего хочет он, вы того же хотите. Вы радости хотите. Вы хотите лёгких встреч, комфортных, приятных отношений. Ну и, несмотря ни на что, так и будет. Страхи ваши, они уходят в сила. Здесь есть сила и есть исцеление. Девочки, в ваших руках ваша мудрость, ваше терпение, ваше принятие. И вот видите, как вы гладите по головке. Ни одного, даже двух мужчин. Можете ещё себе пока. Пока он там думает, соображает, вот вы тут можете общаться ещё в это время. Не говорит о том, что вы целый гарем развели, девчат. Но общение с мужчинами или как-то у вас энергообмен неплохой идёт. То есть вы себя цену знаете, вы общаетесь, вы социально направлены, да. Вы интересный собеседник, собеседница. С вами вообще прикольно, интересно и радостно должно быть. Так что немножечко поводочки отпустили, занялись собой, да. Ну и, дорогие, я надеюсь, что информация была вам интересна и полезна. Желаю вам взаимности. Только взаимности. С этим или ещё, но партнёром. Король мечей перевёрнутый. Злиться, если так себя будете вести. Ох, будет негодовать. Ну что, подписывайтесь на мой канал, те, кто ещё не подписался. Обращайтесь на экстрасенсорный приём. Я смотрю по фотографиям и на картах Таро. Информацию, пожалуйста, читайте под видео. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok